Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Даря. В руках у меня укулеле, а это знаете, что это новый? Разбор на укулеле! И сегодня я научу тебя играть ту песню, после которой у тебя будет всё окей, а именно Тима Белорусских. Окей! О, какую шутку придумала, обалдеть! И эту песню я, конечно же, покажу в разных вариантах по аккордам. Простые, средние, более сложные. А ты выберешь для себя, какой тебе удобный вариант играть. И будешь играть. Садись поудобнее. Три укулеле в руки. Вот пепочка уже взяла, между прочим. И погнали учиться! И вот как оно у тебя будет выглядеть. Окей, мы просто играем в жизнь, Чувство не понимая роль. Наши сюжеты — это белый лист, Где мы вместе напишем свой. Окей, мы просто играем в жизнь, Чувство не понимая роль. Наши сюжеты — это белый лист, Где мы вместе напишем свой. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле. Для начала мы с вами разберемся с аккордами. Покажу первый вариант легкий. Вы его можете играть без каподаастра, но если вы хотите, чтобы звучало как оригинальная тональность, то вам нужно будет каподаастра поставить на второй лад. Об этом чуть позже. Так, первый аккорд аккорда М. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд G. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Третий аккорд, аккорд С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее у нас идет аккорд Ф. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу, а вторую струну на первом. И последний аккорд, аккорд Е7. Мы зажимаем с вами четвертую струну на первом ладу, а третью и первую струну на втором. Получается А, Э, Ж, С, Фа и Е7. При этом у нас с вами будет одна и та же последовательность на протяжении всей песни. Таким образом. А, Э, Джи, С, Фа. Потом опять. А, Э, Джи, С и Е7. То есть у нас концовка немножко меняется. Вы можете играть без каподастра, если вам удобно петь. Получится. Окей, мы просто играем в жизнь, просто не понимая роль. Или же вы можете поставить каподастра на второй лад. Когда мы его ставим, получается, что он у нас как будто нулевой. И от него мы считаем лады первый, второй, третий, четвертый и так далее. Получится. Окей, мы просто играем в жизнь, просто не понимая роль. В общем, кому как удобно, у всех разный голосовой диапазон. Это как с самых первых вариантов по аккордам. Или же вы можете играть в оригинальной тональности, но без каподастра уже с другими аккордами. Первый аккорд, аккорд БМ. Мы зажимаем с вами барре на втором ладу. Если вы не знаете, что такое барре, у меня есть целый видос на канале, обязательно посмотрите. И к этой конструкции мы добавляем с вами четвертую струну, зажатую на четвертом ладу. Второй аккорд, аккорд А. Мы играем с вами третью струну на первом ладу и четвертую струну на втором. Далее у нас с вами идет аккорд D Мы зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу Кому удобно, можете играть через три пальца Кому удобнее через баре, можете играть через баре Далее у нас все равно, опять же, есть аккорд G Который мы уже выучили до этого И последний аккорд F-диез Его можно сыграть разными постановками пальцев Сейчас покажу все Нам нужно зажать с вами первую и третью струну на первом ладу Далее мы зажимаем с вами вторую струну на втором ладу И надо зажать четвертую струну на третьем ладу Была бы вот такая вот, неудобно, да, как бы зажимать Есть вариант попроще Поставить сюда неполное баре Здесь у нас получится, мы ставим средним пальцем вторую струну И безымянным ставим с вами четвертую струну Вот такой вот вариант есть Уже получше Чтобы было прям очень удобно переходить Можете ставить просто полное баре на первый лад И так намного удобней Почему, спросите вы? Потому что после F-диез у нас с вами идет B-M И вот из такого положения намного удобнее перейти Чем вы тут будете пытаться ломать пальцы свои непонятно Что-то потом переходить на B-M неудобно Сразу поставьте F-диез через баре Вот вам и B-M, пожалуйста Тут будет связка аккордов следующая B-M А-D-G Потом опять B-M-A-D-F-диез Выбирайте любой вариант из этих аккордов и играйте на здоровье Теперь, что касаемо куплета Как же его играть? Честно, не совсем понимаю моду нынешних исполнителей писать куплеты в речитативе Это неудобно потом исполнять и петь Но, во всяком случае, как смогла вам подобрала Правую руку, чтобы вы могли что-то зачитать В правой руке у нас с вами будет рисунок 4-3-2-1 Один раз на один аккорд То есть с аккордами это будет следующее Ну или же вы можете взять эти аккорды Кому сложно играть вот здесь что-то, перебирая пальчиками У меня есть целый дэш на канале про перебор, по другому арпеджи Обязательно посмотри и много нового узнаешь Ну а сейчас я с вами в лайв режиме попытаюсь собрать аккорды, слова и рисунок в правой руке Чтобы более-менее вам показать, как это должно выглядеть Потому что я уже сто пятьсот раз послушала эту песню И не могу никак запомнить, как он там читает Аааа! Собрано заново тут по частям И да, давно отчасти живу тем, что все вокруг видит настоящим Если ищет тот условие счастья Это когда вообще не нужен весь жизненный кастинг Чтобы наделать вещей очередной день Это когда бы мог быть с ней там где-то Смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах Но я снова предпочела дать себя этим куплетом Так что ты прости меня за мое странное кино где? И вот на припеле у нас с вами начинается настоящий бой Бой простой, компактненький, удобненький, чтобы было все удобно играть Выглядит следующим образом Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх Еще раз Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх Чуть быстрее Еще раз Его мы играем один раз на один аккорд И так далее со словами Окей, мы просто играем жизнь Просто не понимая роль Наши сюжеты — это белый лист Где мы вместе напишем свой Окей, мы просто играем жизнь Просто не понимая роль Наши сюжеты — это белый лист Где мы вместе напишем свой Вот, видите, не зря я вам показывала, что фа-диез лучше поставить через б-рэ, чтобы вам было удобно перейти. Ну а далее второй куплет мы также пытаемся все это соединить с перебором 4, 3, 2, 1. Один раз на один аккорд и словами речитативными. Ну, камон, все знают эту песню только по припеву, поэтому сильно не убивайтесь, если у вас не получается петь куплеты. И вам так, лайфхак от Дари. Окей. Ну а дальше, после наших попыток зачитать рэпченовку во втором... Разбери. Ну а далее, после наших попыток зачитать рэпченовку во втором куплете, мы заново повторяем припев с боем вниз, вниз-вверх-вниз-вверх. И песня, в принципе, готова. Если тебе понравилось этот тост, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Но если ты хочешь, чтобы я заметила все твои укулельные старания, то все очень просто. Берешь любую песню и мелодию с моих разборов, учишь их, выкладываешь к себе в инстаграм. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а для тех, кто хочет поддерживать все мои труды и старания в финансовом плане, вы можете мне задонатить любую сумму на Данталерс или на Бусти, или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Замена на площадку Леоничники и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Всем пока-пока. Леоничник.